По мнению российского военного эксперта, бесконечное проведение переговоров на тему хорошего и прочного мира – это как раз то, что нужно Пашиняну. Российский эксперт, международник Григорий Трофимчук, прокомментировал информационно-аналитическому порталу «Армия». Эйзи ситуацию со срывом очередных переговоров в Брюсселе. У Пашиняна очень четкая и последовательная позиция, если считать, что его изначальной целью с 2018 года была дестабилизация всего Южного Кавказа. Это блестяще ему удалось, включая даже такие темы как ОДКБ, которую он с самого начала, если помните, очень долго морозил, обвинив армянского генсека в преступлении. В этой нестабильности, революционер, чувствует себя как рыба в воде. Поэтому любой срыв, любое затягивание, или наоборот, бесконечное проведение переговоров, на тему хорошего и прочного мира, это как раз то, что ему надо. Да и военные вспышки его не сильно беспокоят после того, как само армянское общество доказало. Что не может его сместить за любую сдачу интересов. Революционер в своей стихии. Пока что единственная его проблема, это то, что Запад не сделал на него решающую ставку, так как не увидел практических шагов Пашиняна по отрыву от России. Но что-то, наконец, Никол Ваваевич им смог продемонстрировать, в ходе заключительной встречи ОДКБ в Ереване, отказавшись от итоговых документов. И это сигнал для Баку в том плане, о чем было сказано выше, опасности, суверенизации Карабаха. Пашинян как бы подталкивает Азербайджан к возобновлению военных действий, это надо иметь в виду, он этого не боится. Этого категорически не надо России, но Пашиняну как раз все равно. Продолжение следует...